сейчас самая середина лета разгар летних перевозок и авиакомпании очень заняты активной такой повседневной постоянной работой и на первый взгляд кажется что вообще никаких событий не происходит но тем не менее насколько я понимаю это довольно такой кажущееся впечатление ну это точно начнем наверное с того что при этой кажущейся спокойной картинке на самом деле проблемы которые преследуют по крайней мере российский воздушный транспорт никуда не делись они остаются и скорее даже накапливается проблема номер один который сейчас как-то ну просто не не принято или некогда вспоминать это я перебью я бы добавил потому что ведь действительно мы же наблюдаем помимо прочего рост перевозок то есть у нас почти на 20 процентов выросли не растут международные перевозки по сравнению с прошлым годом там почти на 10 процентов растут внутренние перевозки то есть вот а увеличение объемов она как раз вероятно и ведет и к увеличению проблем ну картина такая благостная конечно и все все наверно с удовольствием вот и упоминать не раз но все таки вернемся к проблемам да проблем номер один которая продолжает преследовать всех наших российских перевозчиков это убытки убытки которые продолжают расти все мы помним прямое поручение президента компенсировать авиакомпаниям рост стоимости керосина так сказать но вот время идет никаких действий по этому поводу по крайней мере известных так сказать заметных на рынке не происходит это конечно очень сильно беспокоит всех кто то здесь работает вторая проблема довольно все таки наверное события в данном случае это то что произошло в шереметьево это что сейчас довольно сильно эрадирует образ аэрофлота как премиальная компания я имею ввиду проблемы с багажом но многочисленные отзывы со всех сторон да говорят о том что пассажир не только российский но и зарубежный в общем он не понимает во первых что происходит во вторых он знает что что то происходит и поэтому напуган и все это приводит к тому что так сказать но по крайней мере из известных мне случаев многие часто летающие перевозчики которые традиционно использовали аэрофлот сейчас начинают искать всякого рода иные способы передвижения или варианты передвижения стараясь минимизировать риски которые могут возникнуть связи с этой багажным коллапсом традиционные еще собственно говоря с начала 90-х годов когда центральное управление международных воздушных сообщений как вот назывался из шереметьевский комплекс разбили разделилась на аэрофлот как авиакомпании на международный аэропорт шереметьево как аэропорт и существенная часть именно хендлинга то есть наземных работы и обработки багажа оставалось в виде не аэрофлота то есть аэрофлот сам самостоятельно и выполнял все эти работы фактически до вероятно до конца прошлого года не прошло потом произошло передачи вот этого хендлингового комплекса вот это в шереметьево и выяснилось что как бы после этого изменения система вот дала сбой при летнем росте перевозок система дала такой сбой который в общем-то до сих пор еще нельзя сказать что ситуация полностью нормализована